Здравствуйте! В эфире проект «Современники». В нашем объективе те, кто интересен своей жизнью, своими историями. Магия театра. Начинается она не тогда, когда открывается занавес, и зритель видит персонажей, а тогда, когда эти персонажи только зарождаются. В Воронежском театре кукол имени Вольховского есть удивительные места. Это мастерские художников. Именно там и рождаются персонажи. Там происходит волшебство. Один из волшебников – заслуженный художник России Александр Ячеин. Он в театре всю свою жизнь. Мы уже знакомы с ним по его произведениям, работам, по его куклам. Познакомиться ближе можно в «Современниках». Вот одним движением руки. Вот таким образом. До сих пор прошло 26 лет, но до сих пор она работает. Работают здесь все и все. На этой выставке в театре кукол произведения Александра Ячеина разных лет. У Александра Николаевича десятки спектаклей за спиной, многие постановки и сегодня в репертуаре. Но о каждом своем творении он готов рассказать увлеченно, подробно и с юмором. Я так люблю женщин отрицательных. Ну а так по куклам видно, у кого сколько извили. На самом деле все они его любимые. По-другому у художников-кукольников не бывает. Без любви не родится персонаж, не выйдет на сцену, не покорит зрителей. Эти тонкости Александр Николаевич усвоил еще в детстве и юношестве в родном Кирове. Именно там впервые попал в театр. Попал и пропал. Кто-то сверху ведет, тебя ведет всегда. И, наверное, это правильно, потому что уже не уйдешь от того, что есть. И когда начинают отговаривать от театра, что и родители отговаривали, и родственники все отговаривали. Но я же другой, я же должен сам, я же все должен сам решать. И поэтому я решил для себя вот так. Большую часть своего времени Александр Николаевич в театре. За несколько часов до спектакля он на сцене. И хоть его куклы уже актеры со стажем и в этой постановке участвовали. Он их не оставляет одних. Ячеин в свое время хотел стать актером, но передумал и поступил в Ленинградский институт театра музыки и кинематографии на художника. Я два раза туда поступал. На первые не поступил в 18 лет. Бросил все и поехал. Потом, спустя 4 года, потому что набирали раз в 2 года, плюс с 18 лет еще в армию сходил. И после армии уже поступал и знал, что я уже пройду. Потому что все к этому шло. Большая в его жизнь начала входить постепенно. Сначала работа в театре кукол в Вологде, недалеко от родного Кирова. Потом предложение поехать в Рязань. Но все переменило письмо из Челябинска, от уже известного тогда на весь Советский Союз режиссера Валерия Вольховского. Все время думал о том, что если смогу ли я. Смогу ли я, потому что авторитет у Вольховского был всемирный, скажем так. И Россия знала про Уральскую зону тогда уже. И писали во всех таких больших журналах, газетах центральных про Челябинский театр кукол. Я, честно говоря, с содроганием всегда делал спектакли и думал, ну вот, сейчас сделаю, и он меня, значит, попросит уйти. Всегда, знаете, под каким-то вот этим вот живешь. Вот я еще раз говорил о том, что смогу ли я. Ну, на самом деле, все так просто получалось, и с ним работалось очень хорошо, потому что он всегда планировал заранее, что мы будем делать. Назови свое имя. Адонса. Один из последних спектаклей Вольховского, и эта выставка недаром начинается с этого спектакля. Это спектакль «Хитроумный Дальга» по пьесе Вассермана «Человек из Ла-Манчи». Почему там маски не хватало у нас людей, мужчин? Мы женщин нарядили мужчин. По их лицам сделали маски, чтобы было удобно. И вот эти нелюди уже, они уже не люди, но еще не звери. Вот эти куклы авторские, я считаю, самые авторские, потому что вырезаны мной. Каждый спектакль был как последний. Вот хорошее выражение такое. Это его выражение. И у нас был, в Челябинске, у нас был очень такой насыщенный всегда день. У нас день шел за три. Вот и работали, все время работали, работали. Если в драматическом театре актер идет от себя к образу, то у нас обратный путь, у нас от образа к себе. Я художник работает, сделает куклу, я не знаю, что это такое. А потом я к ней нахожу голос свой. Но чтобы она говорила, и я ее со стороны вижу, мне нельзя в нее вживаться. Она может танцевать, а я-то ведь не танцую. Я должен вот этот импульс передать, вот свое сердце передать кукле. Вот это взаимоотношение актера и куклы, это оно без границы. Человек не может творить чудеса. Чудеса от Бога, все остальное в фокусе. Нет, мессир, у нас в деревне люди эти чудеса делают сами. Творят их с помощью мужества и ума, дарованного им Господом Богом. Это верность! Это верность! Она утверждает, что человек на земле – это чудо Господне. Человек, который сомневает плачение великолепности, бесстыдства, убрянства. В 1986 году герои спектаклей Валерия Вольховского, он сам, актеры, художники, в их числе Александр Ячеин, переехали из Челябинска в Воронеж. Началась новая глава. Мы приехали сюда глубокой ночью, зимой, и нам директор с Вольховским показал театр. И даже ночью он произвел такое впечатление от дворца, детского дворца. И на самом деле это так. И я сейчас вспоминаю, и до сих пор я это вижу. В этом кабинете Александр Ячеин работает без малого 30 лет. Здесь нет компьютера, навороченных приборов для рисования, создания эскизов. Все идет от души и для души. Кукла начинается с кончика карандаша. Удобно тем, что за стенкой Вольховский, он мне постучит, я приду. Не стучит, значит, все нормально. Постучит, я приду. Ну, он так развлекался. Мы очень близко были знакомы, и мы дружили, и он любил нашу семью. Поэтому чем ближе, говорит, ты находишься, тем роднее. Еще роднее Воронежский театр кукол стал почти через год. Здесь Александр Николаевич встретил супругу, актрису. Они и сегодня служат соединившему их театру. За этим гримировальным столом мы познакомились с Татьяной Ячейной. Когда я ее гримировал, она была в образе буки, зайца. Вот здесь она сидит всю жизнь свою, сознательную. Сколько уже? Я 35. Ну, 54 у меня в следующем году будет. Кошмар. Мы ставили Жанну Д'Арк, и он приехал, это его спектакль. Он приехал с сыном Максимом. И так вот мы как-то потянулись друг к другу. Вместе с Александром Николаевичем приехал в Воронеж и его сын Максим. Сегодня он художник, педагог. Он, как и его отец, в детстве жил в театре и театром. Я занимался с детства. То есть я очень любил лепить. Принимал участие в спектаклях делах с малого детства. Наверное, да, социально, ну, вот этот вот социум, который меня окружал с самого раннего детства, наверное, да, повлиял. Потому что, ну, а как, получается, это с тобой с малолетства, с соком, с кровью, со всеми делами. Потому что мы переезжали много вместе, то есть я везде был с отцом. Принимал участие в создании спектакля даже, по-моему, ну, не по-моему, а точно в одном участвовал. То есть как маленький там котенок выходил в последнем акте. Там была великая, минутная роль. В Воронеж театр кукол очень быстро стали родными своими. Спектакли выходили один за другим. Геркулес и Авгиев и Конюшни, Два мастера, Принцесса и Эха, Хитроумный Идальго, Солдаты-Ведьмы, Дикий, Мой золотой цыпленок, Волшебное кольцо. Всего не перечислишь. У меня первый спектакль в моей творческой судьбе и в этом театре. Это спектакль Александра Николаевича. Хитроумный Идальго именно в его спектакле как художника. Я, собственно говоря, первый раз вышел на сцену этого театра. Вот Александр Николаевич, безусловно, настоящий художник. И его куклы – это его отдельный мир. Какие бы куклы, в каком бы спектакле ни были, вот они все-таки в какую-то такую свою вселенную складываются. Старуха! Старуха! Ух! Чего? На-ка, свари-ка на обед! Стала старуха горох мыть. И-и-и-и! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Одна горошинка! У нее из рук выпало, и да, полупало. Ой, старуха поискала, поискала. Не нашла горошинки. Кукла очень разговорчивая и невероятно живая. И в этом смысле, конечно, вот наши уникальные художники, в частности, Александр Николаевич, ты берешь куклу, и она сразу у тебя говорит. Понимаете? Это очень важно. Ну, вот есть такая расхожая фраза у кукольников – попадание в маску. Как бы надо попасть в нее. И вот в Сашиных куклах это делать достаточно легко. Катерина! Катерина! Ай, ну чего? Катерина, сходи-ка в погреб и принеси кувшин молока. Ой, ну ладно. Он волшебник. Волшебник, и у него он мастер, большой мастер. У него золотые руки. Когда он работает на спектакле, мы актеры, мы так радуемся, что мы будем играть в его спектакле, потому что куклы у него разные, интересные, характерные. И он сам проверяет, как кукла ходит, как она подает реквизит, что она делает. То есть нам остается, актерам, только вдохнуть свое сердце в куклу и шагать в ногу. Я всегда говорил, а кукольники – это вообще идиоты, на самом деле, потому что они все тратят вот на это, все время свое. Дома не существует. Если у меня есть спектакль, то я все время здесь. Если я придумываю там. И потом художник, он не только скульптор, он инженер и должен придумать какие-то механизмы, чтобы оживить куклу. Мне главное, чтобы была передо мной стенка пустая. Чтобы я на нее смотрел, что-то придумывал, может, не придумывал. Но иногда спектакли же, они как, они спонтанно возникают, иногда в муках, но чаще всего в муках, конечно. Через ноги ходишь по коридорам, придумываешь, не получается, ничего. Вот видите, сколько надо там перелопатить подчеркушек, чтобы получилось два персонажа. Вот тут мучаюсь. Но этих мучений никто не видит. Свидетели – лишь листы бумаги, карандаши и картины. Написанные акварелью – это отдушина художника. И все время в этом кабинете рождаются новые персонажи. Одни уже вошли в театральную историю, другие прокладывают дорогу в небытие. Ну, а с Александром Николаевичем у него еще замечательное такое свойство есть. Он так тихонечко, деликатно во время репетиции подходит и спрашивает, может быть, чего-то поправить где-то? А, ручечка, удобно тебе? Может быть, пониже, повыше шарик поставить? Или тебе пистолетную ручку сделать? А вот здесь, может быть? И вот эта такая донастройка, она, конечно, присуща Александру Николаевичу на 150%. Очередная выставка подошла к концу. Александр Николаевич лично ее разбирает. Его герои займут свои места в музее за кулисами театра. Будут ждать очередного выхода на сцену или на выставку. Такая работа. Сейчас все эти персонажи для Александра Ячеина одинаково дороги. Хотя от некоторых героев отказывался. Три года бегал от Вальховского, бегал, чтобы только не ставить три пороселка. Но все равно пришлось. И вот сколько он уже идет, 20 с лишним лет, это шлягер наш. Я считал мелкотемья. Всегда же хочется взрослых спектаклей, для души что-то. Но на самом деле всегда было интересно. И с Вальховским независимо детский этот спектакль или взрослый. Театр кукол – особый мир. Здесь в связке режиссер-актер важен и третий – художник. В этом треугольнике и рождается спектакль. Иногда его достаем, приходим к Сашеньке, а как дела? Смотрим эскизы, разглядываем. А это кто? А это как? Как это выглядит? А как вот тут глаз работает? А как вот тут разворачивается? Вот иногда он ворчит, все, потом увидите. И потом в мастерскую заходишь, когда уже кукла готовится, когда форма уже готова, появляется характер, все. А потом уже начинается работа непосредственно спектакль. Строго-навтрого старику наказала. Старик! Старик! Ух, чего? Смотри, не наступи! Ух! Хорошенька! Ой! Иногда бывает такое плохое настроение. Он сидит прямо на бочок так. Он ночью, что случилось, расскажи. Я говорю, ну вот так и так. Но никак это место не получается. Может, попробуешь, послушаешь. Расскажу ему, расскажу. Слушай, а может так? Нет, Саша, это не то, это что-то. А потом стоп. А если вот так? Он говорит, ну это ничего, давай. Ну так я не влезаю в его работу, а он в мою. Если требуется помощь в чем-то, тогда да. Хотя мы работаем совершенно в разных сейчас как бы видах искусства, да. То есть если папа больше все-таки театральный художник, я все-таки ушел больше в такую реалистическую живопись. То есть хотя до сих пор делаю куклы. И, конечно, мы друг к другу обращаемся за советом. То есть иногда нужно посоветовать. Хотя, конечно, сейчас у всех времени мало. С театром, с персонажами, пьес, сказок знакомятся все новые и новые поколения детей. Магия театра. Куклы не стареют. Это ребята вырастают и становятся взрослыми. А марионетки, созданные в том числе в этом кабинете, нет. Им всегда столько лет, сколько задумал их родитель, художник. Ну зачем вы все это делаете? Что, сеньор? Ну вот эти все ваши смешные вещи. Я надеюсь сделать наш мир хоть чуточку благородней и милосерднее. Музы никогда нет. На самом деле, как мне говорят, вчера мне сказали, вот вы зачем в Пасху пришли на работу? Вы приходите за вдохновением? Нет. Я говорю, я здесь служу. Муза, ну как, все равно себя заставляешь. Все время заставляешь. Если не заставлять, то ничего не получится никогда. И каждый спектакль, он как новый. И чем больше я живу, тем сложнее работать. Потому что вроде это знаешь, это знаешь, но все равно открываешь для себя какой-то новый мир с новой эстетикой. Каждый спектакль – это новая страна, скажем. И ты ее должен открыть для себя. У каждого из нас своя история. Самыми интересными мы делимся с вами на телеканале ТВ Губерния. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.